всем привет с вами студия f3d и я карен и сегодняшнем видео уроке мы с вами будем делать вот такие две детали болт и гайку и так начнем заходим в сплайн выбираем сплайн n gone далее заходим опять сплайн и выбираем сплайн окружность вот наши сплайны загоним сплайн окружность и выбираем радиус 150 150 у нас стал меньше он сделан вот так чтобы было лучше видно продолжаем заходим разместить и выбираем объект маска по сплайну вот выделяем и перетаскиваем видите что у нас произошло заходим дальше сюда убираем выдавливание по нерпсу теперь перетаскиваем вот что у нас получилось уже щит есть верхушка нашего болта мы продолжаем нам нужно сейчас зайти в настройки объект по маска по сплайну и выбрать ось xz вдоль y у нас вырезается внутренняя часть теперь нам нужно строить наш нерпс зашли в нерпс выбираем ширину выбираем ну ставим примерно я поставлю 135 давайте поставлю даже 130 хватит 130 теперь крышку вставляем крышка фаска крышка фаска он давайте мы сейчас прорендерим видео у нас что получилось даже меньше количество сегментов по одному и вот у нас вообще еще лучше получилось теперь красиво все заходим тег и выставляем 0 посмотрим ну вот что у нас внутри видите как грани получились намного красивее уже смотрится но это еще не конец теперь настроим наши сплайны окружности заходим сплайна окружность выставляем на угол 1 переходим в сплайны на угол сразу установим фаску примерно на 10 вот так и здесь выбираем тоже на 0 рендерим вот что у нас получилось почему-то мне так кажется что у нас сейчас слишком края большие давайте мы сделаем чуть-чуть побольше вот поменьше точнее вот примерно думаю до 160 много до 153 вот так я думаю будет отлично смотреться и давайте выдаваем нашу так сделаем все свернем и нажимаем конвертировать примитив вот что у нас конвертировать примитив если мы откроем видим закругление 1 закругление 2 шапка шапка вот это так вы выбираем выделение курсором выделяем полигоны правой кнопкой и вот закрыть отверстие полигона и теперь мы будем закрывать вот эту часть вот мы навели видите у нас побелело именно этот круг нажимаем вот что у нас получилось мне кажется красиво и также нам нужно закрыть вторую сторону давайте повернем вот мы повернули опять же делаем так нажимаем и вот опять у нас закрылась вот такой эффект давайте выберем правой кнопкой объект объединить объекты плюс удалить вот что у нас получилось 4 4 угольника трехугольника получились нажимаем правой кнопкой и выбираем выдавить у нас открывается окошко меню выдавить нам нужно чуть-чуть настроить и ставим смещение на один сантиметр нажимаем назначить вот мы назначили смещение теперь создаем объект куб вот он создался давайте повернем немножко и нужно нам изменить его размера выбираем кубик координаты объект выставляем размер по оси z ну около 500 можно я выставлю где-то около 400 вот это пусть 500 ровно будет думаю ничего не будет вот выбираем отобегаем смотрим чтоб он не вылез вот я думаю вот так будет в самый раз теперь давайте изменим немножко его размера выставим на 150 его размер по у сейчас посмотрим как он будет выглядеть нормально и выставим на 150 по оси x давайте наверное не по 150 а по 170 170 170 более менее правдоподобно выглядит давайте теперь сделаем одну операцию с нашим объектом полигон правой кнопкой нажимаем функцию выделить под объекты и функцию объединить объекты вот такая получилась у нас это мы как бы объединили все те действия которые были с нюрпсом вот тут в одно целое теперь мы можем не отдельными кусками перетаскивать а уже вместе давайте дальше выберем объект объект закрутить перетаскиваем его перетащили эти настроим немножко и и дальше нам нужно выставить его размер выбираем вращать и выбираем минус 90 градусов выбрали минус 90 выбираем закрутить и нам нужно его размер настроить давайте настроим его размер перетаскиваем его и еще увеличиваем нам нужно чтобы он дошел до конца вот он дошел у нас до конца еще даже думаю можно опять вот у меня получилось 540 у вас будут другие уже значения если будут другие координаты теперь перетаскиваем его под объект и нам нужно его сейчас перекрутить в объекте куб заходим в куб и выставляем по 20 20 20 20 переставили заходим закрутить и вот у нас есть направление и мы меняем наше направление и крутим здесь можете сами уже поиграться какую вы хотите себе ось сделать я сделал 920 мне этого достаточно будет дальше создаем объект нерпс гипер нерпс перетаскиваем его в нерпс наш объект куб и закрутить и нам нужно еще выбрать объект сжать выбрали объект сжать и перетаскиваем его выбираем перемещение вот примерно вот так мы переместили и изменим исходные данные и перетаскиваем тоже сюда выбираем инструмент вращения и нам нужно повернуть на 90 градусов поворачиваем на 90 заходим опять сжать и выбираем вот примерно я выберу 45 градусов даже это много будет наверное беру 40 вот 40 хватит выбираем конвертируемых правой кнопкой выделить под объекты объединить от и и удаляем прошлые кусочки теперь вот у нас такая фигурка получилась и то же самое сделаем мы с полным куском нашей фигуры выбираем вторые два объекта правой кнопкой выделить под объекты и объединить вот у нас нерпс получился отдельный и а те прошлые два объекта мы просто удаляем кнопкой delete теперь если мы возьмем выделим его мы можем его вместе двигать а не по отдельным кускам затем мы посмотрим что у нас сейчас получилось прорендерим ну я думаю не очень плохо получилось достаточно красиво получилось как на мой вид настоящая деталь давайте теперь создадим вторую нашу деталь эту мы в бок немножко передвинем и как прошлую мы создаем закон сплайн сплайн на угол и сплайн сплайн окружность давайте мы их развернем сейчас выделяем оба выбираем xz вот у нас легло так симпатично выберем сплайн окружность и уменьшим до давайте до 130 уменьшим вот 130 будет у нас теперь заходим сюда и выбираем объект маска по сплайну выделяем наши два сплайна и перетаскиваем вот у нас видите как сейчас как слилось воедино объединились два сплайна теперь нам нужно выбрать гипер нерпс и перетаскиваем вот что у нас получилось сейчас видите у нас выдавилось нам нужно настроить наш нерпс и выставляем ширину выставляем около 50 давайте даже 75 75 сантиметров а здесь мы вставляем 0 чтобы у нас выровнялась фигура вот она у нас выровнялась видите ровно тогда у нас была чуть-чуть наискосок и опускаем на пол вот сделаем вот так пусть повисит пока что сейчас немножко мы ее поднастроим выбираем крышки вставляем крышка фаска крышка фаска по 6 по 2 тег вставляем 0 теперь немножко настроим посмотрим все у нас правильно идет настроим сплайна здесь у нас ставим 0 и н-угол ставим тут получается у нас 7 и здесь 0 вот так и давайте посмотрим что у нас получилось неплохо добавим еще света и будет вообще идеально давайте теперь настроим нашу сцену у нас детали есть осталось настроить сцену нажимаем выходим с рендеринга и сейчас под настроем создаем землю на земля примерно вот так создаем ее немножко немножко так теперь перетаскиваем наши объекты так земля у нас на месте убираем гипер нерпс перетаскиваем вот сюда убираем детальку наш перетаскиваем на вот так опускаем чтобы она у нас вот так и поворачиваем поворачиваем ее примерно вот так и вот так опускаем вот еще вот так рендерим видим что у нас получилось неплохо нашу детальку мы повернем чуть левее давайте мы повернем подвинем чуть левее вот так вот так мне кажется много лучше смотреть а если так так вообще бомбенза но нам нужно залить на нее еще наш цвет так теперь выбираем свою текстуру текстуру вы можете скачать в рунете их полное огромное количество я захожу в окно браузер библиотек и вот мои текстуры я себе выберу текстуру одну для запчасти а другую уже для земли сейчас мы посмотрим уже не помню какие у меня тут были хорошие текстуры чтобы не пожалеть в дальнейшем я одну возьму вот такую текстуру текстуру и одну возьму черную на землю вот у нас черненькая текстурка есть выборовая текстуры одно я заливаю на выделение нерпс и на гипер нерпс а другую заливаю на землю вот давайте прорендерим что получилось вот что у нас получилось я думаю совсем неплохо хотя на землю можно что-то другое придумать ну пусть уже это будет давайте мы сейчас немножко еще настроим сцену так так вот так думаю неплохо в итоге я поработал над светом и вот что у меня получилось вот моя конечная работа на чем я работал все всем спасибо с вами был корен и студия f3d пока